В 2013 году в Казанском федеральном университете на базе биологического факультета был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. Помимо теоретических знаний, студенты здесь получают практико-ориентированное образование. У КФУ есть свой собственный симуляционный центр, в котором можно отрабатывать абсолютно все медицинские навыки, начиная от лапароскопии и заканчивая навыками вождения кареты скорой помощи. До того, как подойти к больному, будущий врач отрабатывает все самые мелкие мануальные навыки на симуляторах. Они имеют свою отчетность. У каждого студента есть свое видеопортфолио, которое он может потом показать работодателю, чтобы продемонстрировать свои умения наглядно. Вот четыре таких специальных тренажера, то есть у них есть пульс, давление, дыхание, у них зрачки реагируют на свет и так далее. То есть они вот практически полностью, они даже разговаривать могут. И на них можно задавать какой-то, условно говоря, диагноз, какую-то болезнь моделировать, то есть преподаватель задает. И у него проявления этой болезни возникают, и, соответственно, студенты, они должны поставить диагноз и сделать какие-то манипуляции, назначения, и он реагирует. КФУ уникален тем, что практически единственный из УЗов России имеет свою клинику. Это не клиническая база, где располагаются кафедры. Клиника КФУ – это огромная больница на 840 очных мест, расположенная рядом с кампусом Института фундаментальной медицины и биологии. Казанский университет использует свою программу подготовки врачей, созданную по международным стандартам. Ее уникальность в том, что каждый студент медицинского направления обязан выполнить не обычную, а научную курсовую работу. В отличие от других медицинских университетов, КФУ готовит не просто врачей, а врачи-исследователи и ученых. Научно-исследовательская работа проводится в рамках двух основных научных направлений – биомедицины и фармацевтика и молекулярно-генетические основы функционирования живых систем. КФУ готовит настоящих специалистов, и учиться здесь очень сложно. Поэтому средний балл для поступления на специальность лечебное дело составляет 88,33 балла и занимает лидирующее место в рейтинге вузов России. Мы понимаем, что в медицинском образовании качество – это очень важно, потому что наш выпускник, и это, в общем-то, то, ради чего мы здесь начинали медицинское образование, вернее, его возродили после 83-х лет перерыва, то, что мы должны быть уверены, что наш выпускник будет врач настоящий, врач, что называется, ответственный, знающий, квалифицированный, который при необходимости сможет оказать ту помощь, на которую рассчитывает больной, которую он должен оказать. То есть здесь качество решает все. Наши студенты учатся не для того, чтобы сдать сессию, а для того, чтобы в какой-то момент стать единственной преградой между больным и могилой. Помимо медиков, в УФМИБе учатся биологи и физики. Для них подготовлены специальные программы по биофизике и медицинской кибернетике. Таким образом, благодаря постоянным практическим занятиям в симуляционном центре, получить максимально качественное медицинское образование возможно именно в КФУ. Эльвина Хадимулина, Роман Самарин, Универ Ньюс.